Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня я, Татьяна Касаткина, предлагаю вашему вниманию интервью на тему «Неизвестное, а безвестно!» из города Закозлинск на дороге, в который мы со съемочной группой попали благодаря нашему GPS-навигатору. Каково же было мое удивление, что в этом городке я встретила свою одноклассницу, с которой мы не виделись уже, наверное, лет 20, Веру Горохову. И еще больше я удивилась, когда узнала, что она участвует в таком грандиозном проекте по продвижению своего бренда в интернете, как мульти-бренд-маркетинг. Вера, расскажи, пожалуйста, тебе первый вопрос. Почему ваш городок так называется – Закозлинск на дороге? Можно уже говорить? Уже туда говорить? Меня, правда, будут в Ютубе показывать? Хорошо. Здравствуйте, друзья! Ну, во-первых, Татьяна, меня зовут не Вера, меня зовут Вероника. И фамилия у меня не Горохова, я уже давно свою фамилию сменила. У меня фамилия Звездная. Сейчас я Вероника Звездная. А наш городок так называется, потому что здесь в 90-е годы козлов разводили. Вот едет такой козел по дороге, его ловят, завозят в город и развозят. Поэтому название так и прижилось – Закозлинск на дороге. Но сейчас уже этим никто не занимается, потому что, видимо, всех уже козлов предупредили, они больше к нам не заезжают. Так, ну, с названием города более-менее разобрались. А скажи нам, Вера, извини, Вероника, а как ты попала в проект мультибренд маркетинг? Насколько мне известно, это очень серьезный проект по продвижению своего бизнеса в интернете. Скажи, чем ты там занимаешься? Как я попала в... Как ты быстро это слово выучила? МБМ. Я только выучила три буквы. М-Б-М. Как я сюда попала? Это меня судьба сюда привела. Однажды я пришла к своей подруге. Мы собирались с ней идти в ночной клуб. И, представляешь, она со мной не пошла, она смотрела в компьютере на Артема Нестеренко. Я села с ней рядышком, посмотрела и влюбилась прямо в него с первого взгляда. Он такой няшный, такой... Ой, прямо у меня слов нет. Вот я так туда и попала. И еще мне там интересно, там столько много новых людей, столько новых знакомых. Мне вообще там здорово, очень. Я тебе... Сиди, сиди. Не убегай от меня. А можешь ты нам подробнее рассказать, чем вообще занимаются люди, которые пришли на этот проект? Что они там делают, что изучают? Может быть, какие-то выводы для себя ты сделала? Расскажи нам, пожалуйста, поподробнее об этом. И убери эту кошку. Зачем ты принесла кошку с собой на съемочную площадку? Где ты видишь кошку? Это не кошка. Это особая порода чихуахуа. Мне ее продали на рынке за 350 тысяч рублей. Она очень умная. Ее зовут Макс. И она до такой степени умная, что она научилась мяукать, как кошка. Но это чихуахуа. Не убежай, Максика. Беги, Максик. Так, ты меня спросила о чем-то. Я даже не помню. Да, о проекте МБМ. Что тебе сказать? Там такие люди странные. Представляешь, они встают в 5 часов утра. Зачем вставать в 5 часов утра? Вот я, например, как все нормальные люди, прихожу из ночного клуба и ложусь в 5 часов утра. Захожу в Инстаграм, чтобы сказать всем «бай-бай». А они уже встали и говорят всем «доброе утро, страна!» Новых вам свершений и всего-всего хорошего. Какие-то они ненормальные. И еще Артем им говорит... Ой, такой няшка Артем. Не могу прямо про него вспоминать. У меня наши коленки дрожат сразу. Он им посоветовал пить жидкости до 2 литров в день. А зачем? Я не поняла. Я вот, допустим, из ночного клуба, когда возвращаюсь и потом днем просыпаюсь, я 2 литра жидкости в раз выпиваю. Зачем мне 2 литра растягивать на целый день? Я не понимаю. И еще они там помешаны на здоровом образе жизни. Отжимаются, обливаются. На какие-то ходят в бассейн, еще куда-то в тренажерный зал. Меня Жора как-то приводил в тренажерный зал. Мне не понравилось, потому что я там вспотела. А еще я как-то посмотрела, какие программы в МБМ. Там какие-то ненормальные программы, потому что называются холодные контакты через интернет. Ну, Артем, ну как контакты могут быть холодные? Они же уже контакты. Но контакт, он не может быть холодным, если он состоялся. А еще там есть формула номер 1 в МЛМ. Я думала, какая-то такая формула будет, как А плюс Б равно С. Посмотрела, а там какие-то видео, какие-то занятия. И представляете, некоторые люди занимаются, и они еще и деньги на этом зарабатывают. Вот этого я совсем понять не могу. Как можно прийти в эту, как называется... Можно я по бумажке прочитаю? Так, сейчас прочитаю. Мультибренд-маркетинг. И заработать 100 тысяч рублей в месяц. Это же невозможно сделать. Наверное, здесь обманывают. Но Артем такой няшка. Такой няшка. Так прямо он мне нравится. И там еще у него есть брат. И с ними еще работает Роман Остапов. А он вообще как Ди Каприо. Прям вот такие все няшные. И представляешь, Татьяна, там у них одна женщина, я тоже зовут Татьяна Андреевна. Она очень успешная женщина. Ну, конечно, если бы я была рядом с Артемом Нестеренко, ну, как бы я не стала успешной. Понятно, что она от них заразилась успехом. Вот такая у нас тусовка такая образовалась. И еще, говоря, что нужно туда людей как-то приглашать, показывать им наше обучение. Я пробовала приглашать, но у меня не получилось, потому что люди почему-то убегают от меня. Я им говорю, пойдем со мной. А не могу вспомнить название компании. Извини, Артем. В общем, я и говорю, давайте, если вы хотите работать в интернете, идите вот туда, вот эти, на эти три буквы. Они почему-то обижаются и уходят, и никто не возвращается обратно. Вот как-то так. Спасибо, Вероника. Очень доходчиво объяснила. И напоследок, что бы ты хотела пожелать нашим зрителям, нашим друзьям, которые будут смотреть твое интервью? Ну, что пожелать я хотела бы вам? Вы знаете, очень много пожеланий. Ну, вы приходите сами сюда, в эти три буквы, М, Б, М, и сами все узнаете. Сами увидите, что Артем такой няшка. Бай-бай. А меня правда покажут в Ютубе?